Так, стоп, микрофон, микрофон. Лапы прочь. Тайсон. Ой, он вух. Он любит. На сухо Тайсон свой мокрый нос привык совать куда не следует в уши, глаза, волосы и под одежду. Все дело в том, что зверек – ближайший родственник енота, как и свой полосатый собрат, он питает слабость к украшениям и ярким безделушкам. Микрофон отдай, микрофон отдай. Ты зачем это сделал? Ты зачем это сделал? Все, Тайсон, сейчас пойдешь на землю. Своё название носухи получили за небольшой подвижный хоботок, образованный верхней губой и удлинённым носом. С помощью него и вследствие необычайно развитого обоняния они в дикой природе добывают еду. Они очень любят насекомых. Благодаря своим носикам, вот этим вот длинным, они разрывают различные какие-то пеньки, где могут быть насекомые. Роют землю, доставая личинки различных насекомых. Вообще, в принципе, носухи – это всеядные животные. Носухи очень социальные. Они без труда ладят как с человеком, так и между собой. Правда, в группах существует определённая иерархия. Самые главные – старший самец с самкой. Кстати, в группе носух в Челябинском зоопарке есть два искусственника – Тимоша и Тайсон. Из-за того, что у их матери не было молока и сотрудники выкармливали их отдельно, у малышей возникли проблемы с социализацией. Когда вели Тайсона, Тайсон не признавал никакого подчинения. И у нас были травмы достаточно серьёзные, которые нам приходилось долго лечить, повторно вводить в группу, держать его отдельно в клетке, чтобы они знакомились, контактировали через клетку. И вот со временем, со временем, потихоньку мы ввели. Носухи обитают в Южной и Центральной Америке, Мексике и Европе. Зверёк отличается любопытством и бесстрашием, поэтому он часто приближается к человеческим жилищам. Как и еноты, они залазят в мусорные баки, приходят в кафе и выпрашивают вкусности у людей на улице. И нужно признать, что этим носатым обаяшкам сложно отказать. А в следующем выпуске живого репортажа мы отправимся к лебедям и узнаем, как они восстанавливались в Челябинском зоопарке после травм, полученных в дикой природе.